Завершающим этапом процесса проектирования баз данных является физическое проектирование. На этом этапе определяется физическая структура, соответствующая логической схеме, полученной на предыдущем этапе. По сути, мы организуем перенос или проекцию логической схемы на конкретную выбранную СУБД. И в рамках этого решается довольно широкий набор задач, о которых мы сейчас поговорим. Первое – это определение типов данных для атрибутов. Вы помните, что мы определяли типы данных еще в процессе логического проектирования. Однако, каждый СУБД поддерживает определенный набор типов данных. Они могут быть как расширены в какой-то части, так и какие-то типы данных привычные могут быть исключены. И поэтому для каждого атрибута необходимо определить тип данных в рамках конкретной СУБД. Следующая часть, также касающаяся атрибутов – это определение возможности использования неопределенных значений. Мы уже говорили о том, что это такое, и возможно или нет использование неопределенных значений определяется ограничение предметной области, а в процессе физического проектирования должно быть явно указано возможность использования неопределенных значений. Следующий момент – это выбор стратегии обработки возможных нарушений ссылочной целостности. Тут мы опять же говорили в рамках еще рассмотрения реализационной модели. Могут быть разные операции при попытках нарушения ссылочной целостности, в частности каскадные изменения, заполнение неопределенными значениями и прерывание действия, которое может привести к нарушению целостности. И то, какая стратегия должна быть выбрана, определяется как раз на этапе физического проектирования. Следующий момент – это правильное наименование разных объектов, таблиц, триггеров, атрибутов, процедур и так далее. Также на данном этапе решается. Дело в том, что хорошей и правильной практикой является непересечение пространства имен для ключевых слов, операторов языка для конкретной СОБД и для названия объектов. Тут, в общем, понятно, зачем это нужно. Для того, чтобы, во-первых, было просто и понятно писать запрос. И для того, чтобы использование имен объектов не приводило к исключительным ситуациям. Еще одним важным шагом в процессе физического проектирования является определение, набора производных атрибутов и выбор способа их обработки. О чем мы говорим? Дело в том, что часть атрибутов каких-либо типов сущности могут быть производными. То есть могут быть вычислены на основании каких-либо данных. В частности, если мы вспомним нашу базу данных онлайн-магазина, которую мы рассматривали в предыдущем модуле, у нас заказы, которые формировались клиентами в нашем магазине, состояли из некоторого набора позиций, товарных позиций. И при этом каждая товарная позиция, каждый товар имел свою цену. То есть цена товара являлась атрибутом этого типа сущности. И заказ имел какую-то стоимость, которая также была его атрибутом. При этом можно сказать, что стоимость заказа является производным атрибутом, поскольку может быть вычислена как сумма стоимостей товаров, которые входят в этот заказ. Стоит ли хранить значение производных атрибутов в базе данных или стоит ли их вычислять на основании имеющихся данных, определяется как раз в процессе физического проектирования на основании требований предметной области. О чем здесь речь? Дело в том, что вычисление значений каких-либо атрибутов всегда требует каких-либо вычислительных ресурсов. Как непосредственно на вычисление, так и на выборку этих данных, если они расположены на других таблицах. И совокупность требований к системе и базе данных, которые в ней входят, дают нам возможность как проектировщикам определять, сможем ли мы и будут ли у нас достаточные ресурсы для того, чтобы вычислить значение этих атрибутов и тем самым избежать избыточности в базе данных. Или же мы осознанно идем на хранение избыточных данных и значение производных атрибутов. Как в нашем примере, стоимость заказа храним в явном виде для того, чтобы снизить требования к тем ресурсам, которые нужны для функционирования нашей базы данных. Дальше о чем необходимо поговорить, это о реализации ограничений целостности. Еще в предыдущем модуле мы говорили, что не все ограничения целостности в рамках какой-либо модели данных, и реализационные в том числе, могут быть организованы с помощью ограничений целостности именно этой модели. В частности, предметная область может накладывать абсолютно произвольный набор ограничений, которые большинство моделей напрямую нельзя представить. И поэтому, в частности, в реализационной модели могут быть использованы специальные механизмы, например, процедурная обработка, использование триггеров, для того, чтобы представить эти ограничения целостности. И на этапе физического проектирования мы должны доопределить ограничения целостности и выбрать те средства в конкретной СУБД, которые позволяют их реализовать. И после того, как мы проделаем все вот эти операции, мы должны сформировать некоторое описание физической схемы нашей базы данных, что для SQL-ориентированных СУБД будет являться SQL-скриптом, который может быть исполнен в нашей СУБД и привести к формированию схемы нашей базы данных. Также в процессе физического проектирования принимается решение и составляется план для построения индексов. У нас будет модуль 5, в котором мы подробно рассмотрим, что такое индексы, каким образом с помощью подобных структур повышается производительность реляционных баз данных. А сейчас же мы просто говорим, что на этапе физического проектирования мы должны определить эти индексы и их описать. Они также могут быть описаны с помощью языка SQL и их описание также может быть помещено в скрипт формирования физической схемы базы данных. Отдельным этапом является определение способов хранения данных, именно нашей конкретной проектированной базы данных. Тут есть несколько моментов, которые важно отметить. Первое – это, конечно, ограничение конкретной СУБД. Дело в том, что многие СУБД имеют разные механизмы хранения данных. Иногда их называют движками. Иногда это просто некоторый набор способов хранения и представление данных на физических носителях. И разные способы хранения обладают разными характеристиками. Например, какие-то могут поддерживать или не поддерживать механизм транзакций. Какие-то, например, имея более простую структуру, могут обеспечить большую производительность и так далее. Ограничений может быть много и выбор их должен, опять же, осуществляться, как всегда, из ограничений предметной области. Также мы понимаем, что в процессе проектирования должна быть учтена информация о количестве данных, которые могут быть помещены в таблицах нашей базы. И на основании этой информации мы должны принимать решение о том, каким образом мы можем разбивать данные в какой-либо таблицы или какого-либо набора таблиц, в том случае, если они будут условно слишком большими. Дело в том, что для, опять же, обеспечения большего быстродействия применяются методы, когда таблица может быть разбита на части как по строчной, так и по столбцам и разнесена, в том числе, по разным файлам или же по разным узлам, например, кластера для того, чтобы обеспечить большие быстродействия, большую скорость выборки или же на основании того, что разные наборы или группы пользователей могут работать с разными либо наборами атрибутов, либо с разными секциями таблицы и тем самым, разделяя эти части данных по разным секциям, мы можем обеспечить большее быстродействие системы в целом. Так вот, принять решение о разбиении таблиц нашей базы мы должны как раз на этапе физического проектирования и явно это описать.